Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 5 сентября 2019 года и вдогонку за своим фильмом, как обещала, о селу Лосево. Это проездное село на трассе М4 из Москвы на юг. Начнем с истории официальной. Село основано в 1697 году с западно-петровскими казаками, 800 семей, приехавшим по приглашению Острогожского полковника Булларта. Сначала его назвали Витюкская Слобода. В 1710 году было переименовано Лосево в честь первого управляющего Петра Лосева. Всю историю читать не буду, потому что нам важно, когда она появилась. Итак, это конец 17 века. Здесь, похоже, тоже есть воронка, диаметр более полукилометра, и село оказалось засыпано, как предполагаю, не только я. И Алексей Кунгуров тоже верит, что недавно выдвинул в отдельном ролике, что глина как деактивация радиоактивных элементов. А просмотр с карт Google, внимательно, все эти вороночки мы посмотрим чуть позже в этом фильме. Так, здесь река Битюк. Название этой Битюк обозначает в толковых словарях. Река Дона, Воронежская область упоминается аж с 14 века, как Битюк. В 15 веке Битюк, позже употребляется вариант Битюк. А с начала 18 века входит в употребление в форме Битюга. Если по официальной датировке река с 14 века, а село Улоси 18 века, известно, то подобные храмы остатки, как предполагают альтернативные историки заводов, светилин, электрические станции, где можно было подзарядиться энергией, запастись энергией, возможно, через аккумуляторы, то бомбежка этих городов, обеспеченных электричеством, вполне объяснима. А вот название могло быть другим, как и размеры, как и количество жителей. Да, название до вот этого Петра Лосева неизвестно. Предполагаю, что под этими метровыми глинами есть настоящий город и человеческие останки коренных жителей села. Ну или что здесь было. Подобные вещи подтверждаются многочисленными раскопками в городах, а также при прокладке и замене труб. Иногда мелькают информации об этом, о найденных останках. У меня несколько фильмов на эту тему, но информация тут же убирается из СМИ, потому что народ стал умный, понимает, начинает внимательно все рассматривать. Как правило, фотографий подобных раскопок не дают. Или очень мало. Итак, здесь я остановилась в свое время и поснимала в 2016 году. К сожалению, потеряла эти съемки. Я снимала все подробно, не могу найти. Поэтому вот довольствуюсь тем, что сняла сейчас. Так, вкратце. Я выясняла у местного работника, попросила не назвать его имени, что в трех зданиях на площади рядом с колокольем есть полноценные этажи. Здесь примечательно, что дата дается с 1859 года. Хотя в это время переписи не было. Не знаю, откуда они взяли эту информацию. Перепись была позже, в 1880-х годах. В селе проживают в основном русские, украинцы. Часть населения, говорит, на суржике, особенно люди старшего поколения. Митрофановская церковь, Лосева, Павловский район. Вот она. Сегодня разрушена. Является памятником архитектуры. Заложена в 1861 году. Предел в честь Митрофана Воронежского был освящен в 1867 году. Это у нас опять рубежная дата. Но насчет того, когда она была заложена, это большой вопрос. Возможно, она была восстановлена. В советские годы разрушена. Сохранена часть колокольни. Колокольни находятся вблизи федеральной трассы Дона. Хорошо видна оттуда. На данный момент объект не принадлежит церкви. Итак, поскольку здесь все занесено, вся эта площадь, и мне об этом сказал местный житель, по крайней мере, про здания, которые там находятся, небольшие одноэтажные, то предполагаю, что и эта церковь не просто так тут стоит, а имеет вглубь тоже этажи. Ну, пока не попасть, просто предполагаем. Но дата опять-таки интересная. 1861 год. Лосева, карты Яндекса. Вот трасса М4 по дороге на юг. А это на Москву. Соответственно, вот с этой стороны площадь большая, где находится Митрофановская церковь. На самом деле, фрагмент колокольни. Красивейшая архитектура. Это все, что осталось. И вот это пустая практически площадь, на которой есть производственное здание, маслобойный цех, авто. Здесь есть одноэтажные небольшие домики. Вот они. Вот этот домик. Вот. И вот. И фрагмент вот этого. Что здесь дальше, я не знаю. Но здесь, во всех вот этих маленьких домиках, имеются полноценные подземные этажи. То есть еще один этаж внутри. Снаружи они закрыты сайдингом, а под ними есть подземный этаж. Об этом я сказал в 2016 году. Когда мы здесь приезжали, я разговаривал с человеком. К сожалению, не записывала. Ну и он просил никак его не светить здесь работу. Он сказал, что здесь есть эти этажи. Вот эта кирпичная печь. Вход. Это труба из котельной, которая соединяет, обогревает вот эти здания. Под ними тоже есть подземные полноценные этажи. И эти дома, они есть у них фрагменты красного кирпича, которые сейчас заложены сайдингом, чтобы не гнил. И теперь, если мы посмотрим окрестности, вот у нас эта церковь. Еще. Видим приличное село. И фрагмент воронки. На фото вид сверху видна эта воронка. Ну, фрагмент ее. Это воронка. Может быть, здесь была не одна воронка. Разлилось. Но поскольку здесь река Битюк течет, вот она Битюк. И что мы видим? Мы видим рукотворный канал. Раз. Мы видим рукотворный канал. Два. Который вот сюда подходил. Этот канал. А рукотворные каналы мне встречались, я говорила, уже упоминала в фильмах по Псковской области, когда я «Засыпанный Псков» несколько серий делала с доказательствами. Так там в области тоже есть рукотворные каналы, про которые никто не слышал и не знает. Ни в советские времена их не делали, ни в Романовскую Россию. Ничего про них не известно. Но они, тем не менее, есть. Есть рукотворные каналы в болотах Тверской области, про которые тоже никто ничего не знает и не упоминает. Ну, потому что они в болотах. И там населения нет. Там население сведено к нулю. Где-то в окрестных селах один человек, восемь человек, стариков. И здесь, тем не менее, мы наблюдаем в каком-то селе Лосево, мы наблюдаем рукотворный канал. То, что вот эта вот воронка. Каким образом канал работал и что здесь было до этой воронки, одному Богу известно. Сейчас мы посмотрим ее размеры этой воронки. Диаметр ее 593 метра. Ну, почти 600 метров. Более полукилометра диаметра воронки. Если мы посмотрим на этот рукотворный канал, то мы видим, что он был шире когда-то. Вот, в принципе, его ширина вот эта. Сейчас посмотрим. 86 метров. 66 метров. Ну, допустим, 50 метров возьмем. Потому что вот сужается, допустим, он был 50 метров. От него был прорыт. Еще один канал. От этого большого тоже был шире. Вот прежняя ширина просвечивает. Это все просвечивает. Никто этим не занимался, никто на это внимание не обращал. Я вот думаю, что если заняться раскопками, здесь можно много интересного найти. Да, здесь вот еще светится. Еще какие-то линии просвечиваются. Но не это только. Возможно, что следы. Вот еще одна воронка. Сухая, так называемая. И то, что она находится не просто так здесь, а что здесь что-то было. Здесь у нас просвечиваются вот такой угол. Он прямой. Природа прямых углов не делает. Вот еще фрагменты прямых линий. Параллельные линии наискосок идут. Так, вот воронка. Подозрительный прямой угол. Прямо здесь. Смотрим ее диаметра. 134 метра. Да, воронки они разные. Но это не времен Великой Отечественной войны воронка. Углы. Четко прямой угол. Здесь какой-то фрагмент. И этот просвечивающий кусок, вот с каким-то кругом, он был связан с этим объектом. Здесь тоже существуют прямые линии. Канал шел сюда. Возможно, здесь тоже воронка. Трудно сказать. А река уже потом обходит вот эти фрагменты. И еще у нас здесь просвечивается от этой структуры, у нас сюда просвечивается ход, вот, который идет прямиком к этой воронке. А здесь у нас церковь. Поэтому заносы глины воронки, они гораздо глубже, чем 3, там 6 метров, из глиняных наносов. И образует озеро. Вода накапливается, и получаются такие круглые озера. Есть сухие воронки, в которых вода не попадает. Они просто остаются воронками. И здесь, по всей видимости, есть воронки, возможно, Великой Отечественной войны. Вот они. Размеры их совершенно не сопоставимы с теми воронками ядерными. А то, что это воронки, это видно по их структуре. Отлетел самолет и сбрасывал бомбилу. И что он тут бомбил? Может, он просто сбрасывал бомбы, трудно сказать. Некоторые летчики именно так и поступали. Редко, но поступали именно так, что сбрасывали в поля свои бомбы. Не бомбили города. Вот такой интересный поселок Лосево. Возможно, что когда-то этот поселок был большим жилым массивом, большим, может быть, одноэтажным или двухэтажным, но гораздо больше, потому что все погребено под вот этими наносами. И потом люди восстанавливаются, селятся. Большинство из них даже и не знает, что здесь и кто здесь был. Но когда-нибудь здесь начнут копать и узнают правду. Вот он, я показала, конкретный кусок, который имеет смысл смотреть. Здесь много чего интересного есть. Ну, это тема других фильмов. И, может быть, других исследователей. У меня много всего интересного впереди для вас. Благодарю, что посмотрели это видео. Имеющие глаза да увидят. И даже в таком, каких тысячи, проездном селе, как Лосево, есть следы недавней катастрофы, а также следы предыдущей цивилизации. Эти огромные воронки, рукотворные каналы, которые никак не могли создать хилые крестьяне на лошадках, лаптях. Значит, до лаптей и хилых крестьян были вполне сильные люди, образованные, знающие, строили на века и, видимо, не ожидали, что однажды кто-то сотрет их с лица земли. Благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Берегите себя.